Доброе утро, дорогие друзья, дорогие подписчики канала Павел Иванов. Желаю вам хорошего настроения, как обычно, чтобы всё у вас получалось, всё удавалось. Чтобы люди, ищущие работу её нашли, чтобы люди, поправляющиеся от недугов, выздоровели. Чтобы у вас был мир, покой, позитивное, оптимистичное настроение, которое поможет вам собрать силы для нашей совместной, успешной борьбы. Как раз об этом хочется поговорить, но сначала новость, которая сделала моё утро, и сейчас я хочу передать вам это настроение. Губернатор! 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 Подаёт в суд на Путина! Ребята! Полгода назад, 30 января, Путин в связи с утратой доверия уволил губернатора Чуваши Игнатьева. Этот самый Игнатьев заявил. Ну, у него было несколько заявлений, но самое последнее, я, кстати, тоже делал о нём ролики. И последнее заявление, которое, что называется, переполнило чашу терпения, было «Журналистов надо мочить». Это была такая длинная фраза, там как бы целый абзац, и что вот все эти журналисты, кто там, понимаешь, против России, матушки, там что-то мешает, стабильность подрывает, вот как раз то, что мне вменяют. Вот таких, как я, короче, надо мочить, заявил губернатор Игнатьев, и после этого перестал быть губернатором. Путин его снял с должности, уволил в связи с утратой доверия. И вот сейчас этот самый бывший губернатор Игнатьев идёт в Верховный суд, и его дело уже зарегистрировали и приняли. Уже там, сколько, 20 мая его дело принял к рассмотрению Верховный суд. И рассматривать это дело будет, что тоже замечательно-примечательно. Судья, который раньше работал в этой самой Чувашии, и был в Чувашии Верховным судьёй. Ну, короче говоря, друзья, вы можете себе представить ситуацию, чтобы какой-то губернатор после того, как его уволили, пошёл в Верховный суд нашей Российской Федерации, заявил, что ответчик Путин, что президент Путин его неправильно уволил, о, белочка, и что этот президент Путин должен отменить своё решение. Ответчик по делу это Путин, и губернатор надеется через суд восстановиться в должности. Вы вообще, вот в каком сне это могло присниться? Грызня в элитке, изменение политического ландшафта, ситуации, настроений, что называется над этой системой, тучи сгущаются. Мне под прошлым видео написали комментарий, мне вообще очень много комментариев пишут, и... Например, вот под видео, где я рассказывал, как сходил, дал показания в МВД на днях, мне там написали комментарий. То, что ты говоришь про коронавирус, это всё бред и не соответствует действительности, ты профан и не специалист, удаляй все эти видео. Это вот коронавирус. Ребят, те, кто смотрел видео, знают, что меня вообще вызвали не про коронавирус, меня вызвали из-за того, что там видео, которое было связано со стягиванием силовиков к Москве. А при чём тут коронавирус? Коронавирус тут имеет совершенно опосредованное отношение. То есть люди даже не смотрят ролики, но пишут комментарии, хотят высказаться. У многих из наших людей есть такая очень серьёзная проблема, то, что у них жизнь не пустая. То есть мы, например, ругаем западный мир за то, что они бездуховные, это правда. Например, люди могут за жизнь заработать приличные деньги. На старости лет они на эти деньги хорошо могут жить, могут путешествовать по всему миру, объезжают весь свет. У них есть деньги на качественную еду, на хорошее медицинское обеспечение. Они могут прожить гораздо дольше, чем человек с такими же заболеваниями в наших странах, в СНГ. Но когда они путешествуют, они же ничего не понимают ни в культуре других стран, ни в искусстве. Они делают то же самое, что делают все остальные. То есть они, по факту, получают те же самые обычные удовольствия. В общем, от путешествий остаются только самые примитивные удовольствия. А у наших пенсионеров другая крайность. Наши пенсионеры, да и взрослые люди, у нас такое устройство общества, что человек просто не знает, куда приложить свои таланты. Человек, который умеет думать или хотя бы чувствует потребность осмыслять что-то, понимать, что вокруг происходит. Может быть, он ни в чем не разбирается, но у него есть эта потребность. Вот почему система образования наша, государственная, она не дала человеку. Ведь не у каждого человека есть желание что-то осмыслять, думать, разбираться. Не у каждого. Это определенный талант, определенный задаток. Этот задаток нужно раскрывать. Эти люди должны получать образование соответствующее. Им должна ставиться, что называется, логика. Им должны даваться определенные знания, определенные задачи, которые будут их развивать. А мы получаем целый пласт людей, которые ходят по интернетам и пытаются разобраться, как устроен этот мир. Верят во всякие фейки, конспирологию. Везде вакцинация, чипизация, Ротшильды, рептилоиды. Чего только нету. Вот. Чего-то мы далековато ушли от темы. Так вот, друзья, когда мы говорим про крах системы, то, что крах системы близок, он приближается. Это не одномоментно. Это не один момент. Это процесс, который растянут во времени. Но мы его сейчас наблюдаем. Вот последний месяц. Вы что-то слышите вообще про олигархов? Что-нибудь? Про кого-нибудь? Олигархи притаились. Олигархи вообще сейчас никак не влияют. Можно ли это было вообще себе представить, что олигархи в нашей стране не будут влиять на текущую ситуацию? Это же очень странно. Смотрите, какой тут пес. О, какой. Акора боится и драпает. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Когда к ней подходят другие собаки, она боится. А потом сама пытается их догнать. Ну, потому что она из приюта, и поэтому она побаивается других собак. Слишком там было в приюте тесно. Ей там было не очень здорово. Так. Смена системы – это процесс. Он длительный. Надо понимать, что именно сейчас у нас есть шанс повлиять на эти изменения. Редко дается такой шанс. Потому что государственная система, она медленная, неповоротливая, но она адаптируется и подстраивается под вызовы. Конкретно сейчас администрация президента, депутаты все эти, ФСОшники, они столкнулись с определенным вызовом для себя. Этот вызов состоит в том, что резко возросло не просто уровень негатива в обществе к этой власти, к этой системе. Резко возрос. Резко возросло само число людей, которые интересуются политикой. Вот напишите в комментариях, кто из вас начал смотреть мой канал, другие оппозиционные каналы, разбираться, что происходит буквально за последние 2-3 месяца. У меня мой основной канал аудио статьи вырос в полтора раза. Там у нас было где-то 300 тысяч с чем-то человек. Сейчас уже 500 с лишним тысяч человек. Это бурный рост. Почему? Да не потому, что я какой-то там суперканал начал, суперконтент делать и на меня работает бригада журналистов. Нет, просто людей, которых коснулась вот эта ситуация с коронавирусом, которых напрямую загнали сидеть по домам, это вынудило людей проснуться. С одной стороны, у них появилось лишнее время. С другой стороны, это перемены, которые коснулись лично их. Потому что даже когда была пенсионная реформа, да, мы можем рассказать, что вот молодежь из-за пенсионной реформы, она не сможет получить рабочие места когда-нибудь. Вот старики, они уже на пенсии, их это как бы не очень колышет. Вот люди работающие, они не смогут выйти вовремя на пенсию. Но тоже в будущем. Вот мозг человека так устроен, что когда ему рассказывают что-то про будущее, он всегда реагирует не так выраженно, как когда рассказывают про настоящее. Вот если сейчас, сегодня меня уволили, вот это удар. А если тебе говорят, что ты через полгода будешь уволен, и ты еще два года не сможешь вообще никакую работу найти, потому что грядет глобальный небывалый экономический кризис. Ну, еще полгода, еще посмотрим, что будет, да я в это лучше верить не буду. Это особенность работы мозга. И сейчас, никто не знает точной социологии, возможно, кроме президента, потому что у него есть ФСО, которые готовят свои социологические замеры, настоящие, подлинные. Никакой ФОМ, ФЦИОМ, им этой точности не снилось. Вот у президента, наверное, есть точные цифры, насколько выросло число политизированных людей, и вы поймите, их не должно быть много. Но одно дело, если у нас проходят выборы, и оказывается, что Грудинин, за которого голосуют все, кого вы знаете, вот просто все, на работе, ваши друзья в интернете, все голосуют за Грудинина, а потом оказывается, что у Путина там две трети голосов и даже больше. И вы понимаете, что тут что-то не так. И вы видите, что в Москве собирается митинг в поддержку Грудинина, 5000 человек. Что это такое? Ну, решили люди выступить. Флаг им в руки, барабан на шею, без шансов. Если на митинг в Москве выйдет 100 тысяч человек, если на митинг в крупных городах выйдет хотя бы по 5-10 тысяч человек, ребят, к этому власть не готова. Они реально не готовы, вы понимаете? Это будут перемены просто стремительные, просто стремительные. Все вот предельно просто. Я сейчас не говорю о том, что нам нужна стратегия, нам нужен план, нам нужно голосовать против, поправить конституцию. Это все нюансы. Вот главное вы должны понять. Мы должны готовиться к митингу. Законному, согласованному, замечательно, бла-бла-бла. Если выйдет по всей стране 150 тысяч человек, реальная цифра? Да, реальная. Но просто нужно подняться, поднять свою пятую точку и выйти, стать лидерами изменений нашей страны. Не какой-то там Путин или губернатор, или депутаты должны быть лидерами этих изменений. Да, лучшие из нас, те из вас, кто готов стать лидерами профсоюзной ячейки на заводе, они должны, мы поможем таким людям сделать карьеру, понимаете? Потому что такие люди, активисты, кто готов организовывать митинги в городах, в регионах, у них, конечно, впереди много работы, у них впереди политическая карьера. Это и ответственность, это и почет. И в то же время, каждый из нас простой человек, кто ни на что не претендует, но он не может жить так, как вот сейчас происходит. Вот у меня сейчас родственники устроились работать курьерами, а заказов нету. Сидит человек целый день перед кафешкой, где есть доставка, и ни одного заказа. Ноль рублей, понимаете? Ноль рублей. Это сейчас говорят, что всем нужны курьеры, потерял работу, иди устройся курьером. Да, месяц назад так и было. Месяц назад, когда только все начиналось, когда люди поняли, что им придется сидеть еще долго, начали заказывать самые разные штуки и продукты, и что угодно, стали заказывать курьеры. Да, да, это работало. А сейчас эти люди, вот сидит человек целый день, а заказов ноль. Как вы думаете, эти люди смогут прийти на митинг и сказать свое нет этому режиму, этой системе, этой власти, которая все развалила, все развалила? Вы поймите, что если бы был сейчас, ну вот, пофантазируем, да, Советский Союз, и предположим, у государства нет никаких накоплений, чтобы людям раздавать деньги, просто так. Ну вот нету, вот такая ситуация, Советский Союз при всем желании не может дать людям денег. И предположим, был неурожайный год, что даже продуктов мало. Я почему-то уверен, что открылось бы столько вакансий на заводах, на строительстве дорог, строительстве новых заводов, строительстве жилья, чтобы любой человек мог пойти, заработать себе на кусок хлеба, а какой-то дополнительный выпуск продукции можно было бы продать в другие страны, и за экспортную выручку закупить того же продовольствия, одежда, там, что угодно. Потому что страна работала, страна создавала, страна производила. А мы что? Цены на нефть, на газ упали, и все. Конец Газпрому, конец раз нефти. Все, ребят, все. Вы построили систему, которая убила всю страну, и вас в том числе. Уходите по-добру, по-здорову. Спасибо, что вы были в это утро со мной, друзья. Мы на пороге больших перемен. Будьте готовы, агитируйте всех, когда придет время, буквально через два месяца, мы выйдем должны, обязаны, мы не имеем права не выйти на митинги. Это наш долг перед будущими поколениями. Или они также будут сидеть у этого разбитого корыта. А лучшие из нас успеют убежать за бугор. Я лично не хочу. Я хочу здесь жить. Это моя страна. Почему я должен уезжать? Готовимся, друзья. Готовимся. Особенно агитируем молодежь. Всех агитируем. Возраст, пол. Если мы сагитируем полмиллиона человек, из них половина еще и не придет. Если 200 тысяч выйдет на улицы в назначенный день, это будет победа. Вот увидите. 200 тысяч человек достаточно, чтобы изменить страну, с населением 147 миллионов. Это так и работает. Система на пороге изменений. В элитке уже идет грызня вовсю. Уже много месяцев. Сейчас она обостряется просто до небес. Губернатор подает в суд на Путина, друзья. Пусть это сделает вам настроение в эти тяжелые времена. Спасибо. Спасибо за просмотр. Обнимаю. Всех благ.